Привет! Вы на канале «Интересные путешествия». И то, что на моей футболке написано «Италий» — это не значит, что мы в Италии, потому что мы в Светлогорске. Вот эти замечательные деревянные домики стоят, где можно купить разный янтарь, красивые всякие изделия. Да, очень красивые. Еще один огромный жирный плюс жизни в Калининграде — это близость к морю, конечно же. И сегодня мы находимся в городе Светлогорске, в самом моем любимом городе в нашей области. Сейчас прогуляемся, покажем вам, насколько здесь круто, и вы сразу же захотите переехать в Калининград. Да, могу сказать по секрету, Игорь даже думает переехать в Светлогорск, потому что это его самый любимый город — наша область. Но перееду я сюда после 50 лет, когда заработаю много бабок, потому что, чтобы нормальный дом где-нибудь купить, надо где-то, ну, где-то, ну, сейчас скажу, где-то лямбаксов, короче. Такая вот парковочка, да, с мустангом даже. Из Казахстана приехал на мустанги, офигеть. А мы пробрались на променад, люди, кстати, купаются. Вообще, да, из Ветрина, 21 сентября, люди купаются у нас вовсю, причем. Да и пляж, смотри, пляж забит. Ого! Пойдем. Купаются все? Офигеть. А там, да, три человека купалось у нас, и все. О, пляж битком вообще. Хорошо, мы в зелье к ней поехали сегодня. Слушай, ну да, много людей для 21 сентября-то. Хоть пляж есть, хоть кусочек. Вот такой вот красивый у нас променад с крутым отелем в Гранд Паласпо, 5 звезд. Да, здесь бассейн без пум. Марио Пицца, ночной клуб. Ночной клуб, ночной клуб. Тут ночной клуб? Есть у них, конечно. И Марио Пицца. Заведение с завышенными ценами. Потому что оно находится вот здесь. Хотя, в городе тоже, по-моему, такие же цены. Я не помню, я тут не была никогда, мне рассказывали. Я дома ем. Первая достопримечательность. Русалка. Даже не русалка. По-моему, ее все называют русалки. Да, это скульптуры женщины. Знаете. И рыб. Женщины рыб. Которые здесь стоят уже очень, очень, очень давно. Смотри, сколько сегодня вообще народ заметит. Да, будет не день, потому что здесь пятница. Вот вообще, как бы, лечь некуда. Ну, есть куда, рядом с людьми. Ну да. Вон, звук попывает. Все в песке. Тут так тень даже от времена до падает. То есть, как бы, уже позагорается особо не так. А мы сегодня были. А ну-ка, повернись. Вот. Вот, да, где выступает самый большой лес. Вот там, за ним, да. Туда. Мы там только что загорали и приехали в Светлогорск немножко прогуляться. Покушать, скорее всего, вкусные шаурмы и шашлыка. Ага, там за 250 рублей не буду я такой шаурмы. Почему за 250? Сколько это? Ну, тут тоже есть нормальное место. Я тебе сейчас покажу. Если есть, тут нормально. Просто я шарю. На променаде, да, так же очень много всяких сувенирных лавок, в котором можно немножко раскошелиться. Я хочу розовые очки. Ты будешь смотреть на жизнь через розовые очки на мир? Ну да, классно. Или вот в нынешнем розовый отдел. Где розовые очки? Знаешь эту песню? Нет. Моя ракета, где ты? Или моя планета, мое земное счастье. Не знаешь? Нет, первый раз слышал. Ну, не слышал. Не, может, слышал, просто забыл. Вот эти, мне так еще нравятся фотографии времен Раушена. Их на самом деле немного где можно найти. В Зельке, в Светлогорске. Я веду в интернете даже, не так много. В общем-то все те же самые. По сути, сильно ничего не поменялось. Вот, вот здесь нормальная шаурма, кстати. Веранда. Не знаю. Кафе Веранда. Шаурма и шашлыка очень хорошая. Будем кушать? Пойдем покушаем. Нет, тут я вам пригласил. Пригласил. В ресторанте. А мы будем прям в рестораннике, что ли, мы пойдем отсюда? Дядя по шаурме, Желяна уже хомячит потихоньку. Нормальная? Тихоря ее кушать? Она с морковкой. С морковкой. Сколько стоит? С 170 рублей, да? Опять на шашлыке. Как я и говорил. С морковкой. Самое кайф, то что в прибрежных городах шаурму у нас делают шашлыка. Единственный косяк мы забыли сказать. Что надо не чесночный соус, а обычный. Я теперь не могу идти. Не, кстати, реально мне понравилось. Вкусно было, но... Вкусно? Нет, здесь нет. Ну не знаю, кстати, если сравнивать с зеленоградской, мне кажется, она намного лучше, вкуснее. Какая? Зеленоградская. Не знаю. В смысле не знаешь? Как будто ты ее не ела. Это было давно, я не помню. Но потом, куда же вкусно? Продолжаем наше путешествие. Я просто уверена, что... Я просто уверена, что именно из шашлыка я ела. Я ела, в принципе, только из Светлогорской зеленоградской. В Переславском, в общем-то, мне вообще не понравилось. Больше там никогда не буду есть. Светлогорская зеленоградская вообще, да, прям объедение. Но она огромная. Я не знаю, почему не делают, допустим, маленькую, большую. Разницу сделали бы там в 30 рублей. Тут, кстати, намного больше стало этих лавочек. Я сейчас упаду. Раньше не было здесь. Потому что намного больше людей узнало о Калининграде после чемпионата мира. Ага, Калининград хайпанул. Да. После того, как мы провели чемпионата мира, наши видеоролики посмотрели 370 тысяч человек. Почему? 371. Да, 371 тысяча человек. А так где-то 1600-700. А я не знаю, Калининграды стали приезжать сюда. Ой, маленькие такие фигурочки. Не знаю, фигурки не имеют. Будут броши. Там тоже все вполне удалось. Тут, кстати, променаду нас вообще подмыло. Раньше тут был пляж. Не было. Сейчас нет его. Сейчас вон кусочек маленький остался. Кстати, справа прикольные вот эти сиделки. Можно тут закат наблюдать. Ну, только не забудьте забронировать место. Ну, да. Не, они тут продаются. Можешь подойти поторговаться. Рублей 150-200 и вам освободят местечко. Вот они специально забиты. Тут специально обученные люди сидят и занимают места. О, кстати, это мы. Да, вот тень я машу рукой. Да, скоро у нас променад. Мы уже практически, кстати, весь прошли променад. Скоро у нас он будет ровно в несколько раз. В 4-5 раз больше. Да, больше будет крутой променад, в котором можно будет долго гулять практически как в зелике. Да, даже больше, мне кажется. Думаешь, больше, чем в зелике будет? Думаешь, нет. Да, я не знаю. 2-3 километра. Надо будет мерить. Надо шагометром мерить. А, море играть, ребята. Люди, да, плескаются. Не купаются, играются. Нормальная сетка, смотри, натянутая. Новая, новейшая. Сегодня только привезли. Ну, правда. Так мне нравится красиво, когда солнышко падает. Еще песок сегодня подвезли. Песок. Песка подвезли. Игорь, шутник, как обычно, шутит. Вот, кстати, конец локации променада. Тут дальше идти нельзя, а то можно в текстурах застрять. А то могут закатать вас в новый променад. Да, скоро придется апгрейд качать, новый, чтобы попасть туда, обновление. Скоро вон он, какой огромнейший, длинный будет. Круто. Смотри, нас облазняет стоит. Верничок. Вот такой вот красивый будет променад. Огромнейший. Тут написано, сколько это все стоит, понятно. Ну, покажи. Строительство первого этапа променада стоит внимания. 200 метров. 1 километр 900 метров получается. Давайте сверим часы. Так, 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 так. Почти 6 часов показывают наши солнечные часы. А на самом деле 5. Или я путаю? Нет, он показывает 5, потому что вот же 6, да? Только у меня вопрос, почему он... Короче, работает правильно. Они показывают московское время? Московское? Почему? Я не знаю, почему. Где-то про часы тут написано. Не знаю, да, точно, кстати, часы работают правильно. Показывают почему-то московское время. Там показывало сейчас чуть больше 6, а у нас чуть больше 5. Я не пойму, почему? Ведь солнце, там, и тут у нас. Солнце тут у нас, а часы у них. Ну, оно же тень у нас тут создает? Не знаю. Жилет, что за фигня? Чтобы подняться с променада в город, надо преодолеть кучу ступенек. Да, ну так как сейчас мы съели очень сытную калорийную шаурму, причем, кстати, в одном шаурме содержится примерно около 500 калорий. Ну, так как мы сегодня съели еще всего лишь 168 калорий с утра, то это нормально. Поэтому мы... Не сжигаем калории. Потому что мы сегодня зал пропустили, чтобы сгонять на море, поедем завтра. А вот, кстати, даже показывает, сколько калорий сжигаете, пока идете. Тынь, 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 тынь. На каждой ступеньке практически написано. Вот, и 5 калорий мы уже сожгли. Сжигайте калории вместе с нами. Да, Жилет? Пока они это интересно посчитали. Да, просто наугадно написали цифры, чтобы прикольно было. Ну, может быть, но это очень нравится какой-то интенсивностью. Только что немножко задержались на море, на обрыве. А что мы там делали? Мы снимали новое видео для канала Жулианы, потому что у нее есть тоже свой канал. Он такой практически совсем новенький. Она там рассказывает, да, рассказывает про Польшу. Очень много видео. Также про жизнь в Калининграде. Что почем, сколько стоит, хорошо ли жить в Калининграде или нет. Плюсы, минусы. Так что, если кто еще не подписан на канал Жулианы, быстренько переходите по ссылочке в описании, посмотрите ее видосики и подпишитесь на канал. У нее уже скоро тысяча будет. Давайте все-таки догоним ее канал до тысячи доведем. И это будет супер здорово. Как думаешь, Жулиан? Будет вообще офигенно. Да. А мы продолжаем наше... Я тогда запишу видео благодарности, кстати. А сейчас мы проходим насквозь чего? Янтарь-хола. Это знаменитое место, новое, знаменитая локация в Светлогорске. Тут проходит... У нас в основном все концерты здесь сейчас проходят. Также Кивин, КВН. Все знаменитые артисты выступают сейчас здесь. Типа Киркоров, Лазарев, Билан. Например, это новое помещение и большая там достаточно. Да, вот такое вот интересное местечко. Это вот насквозь мы сейчас проходим. А также есть еще концертный зал еще. При том, что здесь еще есть кинотеатр и бары, при том, что это находится не в Калининграде, да, в Светлогорске, все равно люди сюда действительно едут на концерты, покупают билеты и не составляют никакого труда, потому что автобус, электричка, машина. Без проблем сюда можно добраться. Слушай, там еще магазины какие-то внутри. Куча сувенирных лавок про янтарь. Ну, на самом деле, там такое прикольное место. Там вот был бар, где бокалы все эти стояли. Было бы классно, светлета. Там были бы какие-то, как летняя такая терраса, знаешь, и стояли бы там стовеечки деревянные, цветочки таких горшочков были бы. Ну, как вот в Европе, вот в большинстве местах так делают. И тут было бы, кстати, очень много темных. Ну, на самом деле, прикольное место. Здесь вот детки катаются на крутых, кстати, машинах, на рейндж-рогере, вон девочка рулит. Будет 18, обязательно папа в России настоящая. На вот таких вот четырехколесных больших великах катаются. Большая площадка, но мне кажется, что все равно здесь не хватает фонтанчика, клумбочки, цветов. Да, слишком много пустого места. Просто, да, плиткой заложено все. Все, я понимаю, что сюда машины приезжают под... Паркуются. Как, бам, паркуются. Ну, туда тоже заезжают, но тут места достаточно все равно. Я считаю, что озеленить эту площадь. Можно сосны какие-нибудь даже посадить. Можно вот просто клумбы, да, из цветов сделать очень красивый и фонтан. Вот это было бы вообще просто огонь. Это было бы место прям любимейшее, наверное, здесь у людей. Это было бы очень красиво, на самом деле. Ну, и вообще в целом до концерта можно порезвиться. Дети могли бы купаться в фонтаниках и не любят это делать. Зимой, летом. А еще, знаете, что классно, что сегодня 21 сентября, мы можем гулять вот так и спокойно в майках и шортах, потому что сегодня плюс 30 было днем, а сегодня вот сейчас уже 26 градусов. Да, 26. И вот те, кто пишет, в Калининграде только два месяца тепла, да ни хрена это не так. В этом году у нас с апреля начался сезон и до сих пор до конца сентября. Конечно, да, завтра будет уже 15 градусов тепла и все-таки осень возьмет все в свои руки. Так оно уже видно, смотри, тут все валяется. Желудки. Желудки, каштаны везде валяются, на голову падают. Ну, да. Но все равно еще тепло держится. Тепло, да, сегодня очень замечательный день. Было бы еще круче, если прям до последнего дня сентября было, да, и вот там день закрытия фонтанов, когда еще вроде бы будет еще осень, последний там день, и на фонтанах залюдит усень. А вот это место мне больше всего нравится, Слогорский. Хайфовое, красивое. И тут еще есть несколько крутых, интересных достопримечательностей. Кстати, одна из них, вот это деревце из янтаря, помнишь его? Мы видели на комбинате янтарной. По-моему, покажем Слогорском миниатюре. Я рассказывала в рясе о том, что это, да, янтарное деревце, янтарные яблочки, на кишканике, на кишканике. Видишь какие-нибудь здания знакомые? Ну, кафедральный собор, понятно. Ворота раз, бастион, вон он. Вон в парк центральном это стоит. Вот, показываю пальцем. Музей кукольный, да, кукольный? Я не вижу. Что тут еще есть у нас? А, вон он, да, цветной. Вон, вот этот стоит на Багратиона где-то. Что? Вон башня с зелика. Суармония, вот он, окраина. Так же, как и в Зелике, то есть в Зиноградске, здесь есть бюбет. Вот туда можно зайти, но туда зайти нельзя, потому что закрыто. Но раньше можно было зайти туда и победить. Нет, там определенные часы, мне кажется, уже просто закрыты, потому что времени много. Там тоже отведать обративные воды, которые говорят полезные, но это не точно. Самое знаменитое место в Светлогорске. Вот напорная башня, которая сейчас является военным санаторием. И туда можно самую вершину подняться, только мы всегда приезжаем тогда, когда подняться уже нельзя. Да. В общем-то она покрыта вся плющом. Ядовитым? А я не знаю. Давай проверим. Нет, а как? Попробуем его. Если не умрем, завтра... Там листики, что ли, стык? Ну да. Было бы круче, если бы оно было покрыто виноградом. Вообще-то детки кричат. Да, мы любим детей, потому что... У Живяны даже на звонке стоит плач ребенка. Ну да. Мы их так любим, поэтому не зовут. Ну да. А то залюбим слишком сильно. Вход, кстати. Нормальный такой вход. Вот вход. Смотрите, кажется, сегодня заката солнца мы не увидим. Некоторые до сих пор купаются. И загорают. Хотя уже сколько градусов? 23, наверное, сейчас не больше. А я пью кока-колу черри, потому что это вредно для желудка, в целом для организма, и для зубов. Поэтому ты ее пьешь? И от нее жреют, но я пью кока-колу черри. Потому что, чтобы это организму жизнь малину не казалось, да? Вкусная? Да. Ну я пью кока-колу раз в год, типа, ну так вот. Поэтому я считаю, что... А сегодня постольку, поскольку последний теплый день в этом году. Ты решил это отметить кока-колой? Шаурмой. А вот так сливаются всякие отходы. Какашка. Да. Сейчас отходов нет, не сливаются. С утра, наверное, польется, пока никого нет. На самом деле я не знаю, что вот это такое сливается. Вообще все сливы... А, смотри, и труба оттуда торчит. Вообще через трубу это все уже в море выходит. Должно выходить, по крайней мере. Труба торчит, но она открытая. Хрен знает. Да в любое море сливается. Все, в принципе, сливается в море, в мировой океан. Поэтому, таким образом, атмосфера захотаряется. Вот, друзья, на этом теплом летне-осеннем вечере наши прогулы сход заканчиваются. И лето заканчивается в Каинграде. Ой, сейчас расплачусь. Завтра осень. Так не хочу. Спасибо вам за ваши просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на свой канал. Всем пока.